Каким быть скверу в поселке Лазурном? Космическим, музыкальным, семейным или казачьим? Выбор за местными жителями, которые выступили инициаторами реконструкции. Они обратились за помощью в партию «Единая Россия». Рабочая группа партийного проекта «Дворы. Перезагрузка» в сентябре объявила конкурс на разработку проекта. Участниками стали 15 авторских коллективов, студенты краснодарских вузов. Очень важно еще в этом проекте, что ребята выезжали на место и проводили социальное проектирование. То есть сохранены все подходы, все заходы. То есть полностью сквер сохранен, как его привыкли уже люди к нему. То есть получается, что мы поддержали то, что уже сформировано годами. Народное голосование по проекту благоустройства «Зеленой зоны» проходило в фойе Дома культуры поселка. На стендах с проектами разнообразие идей. Есть здесь и парк с одной скамейкой, которая начинается от входной арки и протянется по аллеям. По ней можно будет кататься на скейтах. В другом проекте ультрасовременный дизайн и концепция семейного парка, где можно отдыхать всей семьей. В числе предложений разработчиков сквер с музыкальными элементами, с крепичным ключом и роялем. Кто-то решил сделать акцент на озеленение, кто-то на неповторимости, покрасив брусчатку в ярко-зеленый цвет. Есть парки в космическом стиле и в традиционном для нашего региона казачьем решении. Особо актуален сегодня проект парка «Единство». Его разработчики предлагают разделить территорию на шесть зон, символизирующих европейские страны. Посетив его за один день, можно будет совершить путешествие. Все представленные сегодня проекты городские власти возьмут на вооружение. Могу сказать, что это начинание у нас, наверное, будет иметь достаточно большую поддержку со стороны администрации города. И следующее задание, если вы хотите услышать, у нас намечается в 2017 году реконструкция Вишняковского сквера. Я увидел здесь несколько работ, которые достаточно актуальны и имели бы место быть именно при рассмотрении решений, планировочных решений по Вишняковскому скверу. После презентации местные жители проголосовали за понравившийся проект. Их мнение при подведении итогов конкурса учтет специальная комиссия. В нее войдут краснодарские депутаты, общественники и эксперты архитектуры и ландшафтного дизайна. Какой же вид придадут скверу Лазурный, окончательный вердикт эксперты вынесут в январе.